приветствую всех друзья спасибо огромное за подписки вас все больше и больше 20 тысяч уже не за горами двигаемся дальше в этом видео поговорим с вами про новую технику за жетоны боевого пропуска это у нас будет уже 10 сезон боевого пропуска там будет 3 3d стиля на танки 10 уровня 3d стиль на мауса вюстон фиш 3d стиль на удис 1516 свадель фаре и 3d стиль на арина черон ты никто самое смешное что на все эти танки уже есть 3d стиле на некоторых десятках по-прежнему даже 1 3d стиля нет она некоторые штампуют уже по второму кругу также за жетоны можно будет выбрать следующие акционные танки 9 уровня старые танки кобра лорейн 50т а и фейс ван объект 777 вариант 2 и два новых танка 9 уровня bz 58 2 китайский тт-9 акционный и компанзер 3 парджи 07 х к это немецкая пт 9 уровня акционная с механикой гидро пневмо подвески мы видим что некоторые танки 9 уровня акционные за жетоны улетели куда-то в небытие такие как шарфутюр очень популярный танк который многие брали и много по-прежнему катаются на нем в рандоме также пропал у нас к 91 pt и kunze panzer эти танчики куда-то улетели насчет к 91 pt и kunze panzer я не жалею для общей массы для рандома они не особо востребованы никому они не облокотились а вот шарфутюр многие уже в принципе его взяли но возможно еще кто-то не успел и увидел что их много и все на нем катаются возможно хотел но вот видите его уже все тютю поезд уехал где и когда он следующий раз появится непонятно сейчас мы поговорим о том какой танк брать в первую очередь какие танки не стоит брать вообще ну и подробнее поговорим про новые танки китайский тяж и немецкую пт итак на первое место можно поставить с легкостью а и файс one это самый простой удобный приятный понятный и классный танчик единственно что на него нужно поставить турбину чтобы он нормально ездил она очень сильно улучшает его маневренность подвижность максималку в принципе начинает нормально ехать без турбину вообще не едет каким-то образом турбина на этом танке прямо очень хорошо работает без турбины то танк полная чушь также на первое место можно еще поставить и кобру с фугасным барабаном но опять же он может не понравится поскольку там все-таки стабилизация так себе но перезарядка между выстрелами в барабане полторы секунды если вы удачно куда-то заедете в корму лифборд вы можете буквально за несколько секунд раздать барабан и просто убить челика даже если он бронированный то можно кумулями с альфой 360 развалить кому-то лицо все равно ну либо же фугасами с повышенной альфой если танк мягкий сзади или в целиком можно принципе снести танк с одного барабана легко танк очень маневренный подвижный двигается хорошо максималка конечно не супер богатая броня у него тоже присутствует но в целом в лицо он пробивается если стрелять в щеки башни то туда можно легко пробивать но не так уж легко выцелить этот танк больше токсичные я в целом против того что он есть вообще в игре поскольку некоторые танки он вырубает просто быстро с барабана и с его мобильностью он получается супер токсичный но не обнискал бы что он мне лично нравится поскольку все-таки пушка не совсем приятно в плане стабилизации точности но танк жесткий токсичный то есть тут вкусовщина если вам более простой и понятный и удобный танк нужен то это фейс ван если вам нужна токсичная змеюка то кобра в принципе выбор простой еще хочу выделить от себя что те кто любят играть на жирных тяжах от борта в городе голдой тяжиком в лицо накидывать то объект 777 не такой уж плохой но у него роль в игре всего лишь одна узко направленная играть от борта в городе больше он ничего не может пушка не супер точно но голдой с большой альфой в городе можно наваливать очень хорошо мне танк понравился он простой понятный но узко специализированный то есть вот эти три танчика я бы выделил а вот с остальными танками есть вопросы у нас остается лора 50 и два новых танка честно говоря сложно их советовать поскольку лора 50 большой ватный корпус танк огромный есть вопросы там по дпм и танк в целом людям не заходит и не нравится какой-то популярности у него нет и в рандоме этих танков аж целых ноль вы его даже скорее всего и не видели ни разу а если видели вовсе быстро убивают и дальше не видят поэтому сложно такое рекомендовать возможно какой-нибудь скиловичок и реализует этот танчик но для общей массы это танк не нужен вообще он слишком слабый что касаемо двух новых танков то они тоже слабые и сейчас давайте подробнее разберемся с каждым из них вот допустим посмотрим на китайский bz 58 2 начнем с его брони в нлд приведенки 107 миллиметров она огромная здоровенная дырявая просто жуть плюс это китайское ведро скорее все но там во все щели критуется это просто фигня полная vld 70 миллиметров но на кулон там практически 70 градусов приведенки 200 это всегда рикошет но рикошетить она будет куда под башню вроде как под башней дыр нет но надеюсь она не будет рикошетить под маску и пробиваться а рикошетить она будет vld постоянно также есть надгусеничные полки 30 миллиметров они будут пробиваться более-менее крупными пушками которые в рандоме сейчас полным полно то есть от борта нормально не поиграешь нлд здоровенная также у нас имеется два лючка 170 миллиметров и 165 которые тоже большие легко выцеливаются по итогу танчик в позиционке и в игре от борта просто никакой много из зимы зон он просто дыра танк дыра у него много дыр до во лбу броня неплохая если стрелять куда-то там в щеке 350 миллиметров в маске 360 но и в пушку могут пробить там в маске броня 250 если прям в пушку стрелять но вот щеки бронированные крыша рикошетит в принципе во лбу башни броня есть vld рикошетит но все остальное никчемная альфа 520 пробитие 250 голдой пробитие 303 скорость полета снаряда хорошая точность 035 сведения 2 и 88 сведения дерьмовая стабилизация 019 это чуть лучше чем у 60 т.п. но удельная мощность 13 в принципе танк супер медленный с дерьмовой броней дпм у нас еще нищий 1900 в общем что хочется сказать про этот танк за счет его нищей брони танк должен из-под тяжка выезжать давать какой-то урон но у него нет скорости поэтому ему придется играть так как он куда приехал так и придется играть от брони а ее нет поэтому танк чет какой-то грустный и печальный тот же фейс ван чувствует себя намного лучше за счет мобильности за счет брони у него и броня лучше и мобильность лучше единственно что альфа меньше но там и пушка супер точные дпм на и на фоне фейс ван бы за 58 2 полный мусор вот и ответ что брать теперь переходим компанзер 3 07 х к короче рубка 100 миллиметров пробивается фугасами нлд 180 160 миллиметров 200 борта 60 миллиметров приведенки никакой нет это просто мыльный пузырь который будет лопаться от фугасов альфа 360 мили пиздрическое пробитие 268 неплохое пробитие голдой кумулем 320 принципе тоже пойдет точность 035 это в походном режиме но есть еще осадный и в осадном точность 024 увн и минус 3 в походном в осадном минус 12 придется кнопочку нажимать 3 секунды войти в режим 3 секунды выйти из режима максимальная скорость вперед 65 назад 20 в походном режиме в осадном 25 вперед 18 назад принципе неплохая скорость назад в осадном режиме единственно что я не понял у него в походном режиме дпм 2 800 а в осадном 2000 опять это драчня с кнопкой будет или отчет не въехал какая-то муть зачем они это делают я не знаю в целом танчик чисто сидеть где-то в кусту и нажимать выстрел не особо популярный геймплей не особо нужный в боях турбо боях по три минуты где такой танк вы будете реализовать я не знаю любителей на такой геймплей не особо много поэтому этот танк я тоже рекомендовать не могу только для каких-то там коллекционеров они сами без меня разберутся потому что они коллекционируют все что видят ну а играть на этом ну разве что кто любит афк в кусту сидеть и надо менять свой куст на другой куст поэтому я и сделал вывод что я могу рекомендовать ae face one кобру и объект 777 вариант 2 тем более скорее всего они будут стоить в жетонах меньше чем два новых говна чтобы точно не прогадать и не промахнуться самый простой понятный и сильный танк который здесь есть это face one с ним точно не промахнешься если даже он вам не понравится то остальные танки точно то еще дерьмище вот такой мой вывод по танкам за жетоны из боевого пропуска десятого сезона пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик играть красиво обязательно не забывайте подписываться нажимайте там колокольчики раз жизни вас об этом попрошу все всем удачи и пока а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон